Беларусь А зараз об этом меньшем больше подробязано Сегодня у Гомеля распачались мероприемства, присвеченные дню вызволения города от немецко-фашистских захопников 73 годы тому войске Беларусского фронта прорвали оборону противника Гомель з'являвся буйным узлом коммуникации и важным опорным пунктом обороны немецкой армии Битва за город, за якой почалось вызволение краины, подвиг червоной армии и усяго народу Памятные мероприемства проходят сегодня во всех районах областного центра Распачались и они с акцией «Беларусь, земля славы, ратны» на Кургане славы Тут собрались ветераны, простовники громадских организаций и молодь Удельники узгадывают сторонки военной истории и отдают данину поваги неверогодному подвигу Який дозволил наступным поколениям жить и працавать под мирным небом Военный час был тяжким выпробованием для Гомеля Больше два года город находился в оккупации Загинуло свыше 100 тысяч жихаров Инфраструктура была разбурана на 80% Али дух народа не отрымалася зламить Именных героев назавсюду памяти гомельчан Чувствую, конечно, глубокое удовлетворение Чтобы все нас не забывает, вспоминает каждый раз За все время, сколько я был здесь уже, Гомель вырос очень много Здесь же не было ничего в то время еще, пустое место было В день вызволения города для гомельчан и гостей областного центра Будет представлена реконструкция одного из эпизодов боевой операции у листопаде 1943 года Початок реконструкции, ака отбудется завтра у районе Волотовских озер, призначена на 12 годин Усягого мероприемства примут удел каля 100 человек Ромодянское насельство сыграются члены Белорусского и Республиканского союза молоди А военными, как советскими, так и немецкой армий Будут представники клубов исторических реконструкций Из Гомеля, Минска, Гродно, Могилева и Санкт-Петербурга При этом будет заденечена техника часов Великой Айчинной войны Как с приватных коллекций, так и фондов областного музея военной славы Для дальше убашить эпизод наступления червоной армии у района Гомеля Мы сейчас реконструируем одну из советских механизированных колонн Которая подъезжает к перекрестку, где еще немцы узловому перекрестку Через который отходят немецкие части И Красная армия пытается с ходом, пока немцы дезориентированы, отступлением Взять и захватить данный ключевой перекресток Который находится у нас под Гомелем В ноябре 1943 года, 20 число До 73-й годовины вызволения Гомеля от немецко-фашистских захопников Промерковали показ военной драмы «28 панфиловцев» Это история про подвиг советских солдат, які в 1941 году Ценой своего життя спынили атаку немецких танков, что прорывалися до Москвы Одним из первых премьеру наведали наши корреспонденты Премьера военной драмы «28 панфиловцев» по особливому шаканной глядачами Это народное кино про народный подвиг Найбольше видовищно и оригинально организовать премьеру Вырошили в Гомельском кинотеатре «Мир» Объединение гонор-мундира и мотоклуба «Штрафбат» Организовали томатичную выставу реконструкцию Тут все жадающие могли убачить, как проходили фронтовые будни солдата Так само познайомиться с оправдными узорами зброи, техники и амуницией часов 41 года Якие выкористовывались при обороне Москвы Перед показом премьерного фильма в Глядацкой зале Присутным были пропонованы вокальные номары И версии про трагичные падеи военного лихолетия У самой картине «28 Панфиловцев» представлены военные идеи не 316-й стволковой дивизии Якая находилась под командованием генерала Панфилова Его бойцы трымали оборону для разъезда Дубосекова И в листопаде 1941 года ценой своего життя спынили атаку немецких танков Те подвиги, которые совершили эти люди, эти герои, так они совершали во имя своей родины, во имя матери родины Поэтому я бы хотел сказать следующее, что этот фильм необходимо посмотреть всем Всем, чтобы пробудить в себе высокие патриотические чувства И этот фильм, он должен взывать нас к памяти Быть благодарными тем, кто отдал жизнь за то, что мы живем сейчас в такое прекрасное время Что тякаво, сбор сродков на фильм спочатку ожидавлялся с допомогой краундфандинга Инакш кажучим народного финансования Собравший больше 30 миллионов рублей И он стал одним из наибольших удалых проектов такого формата у российским кинематографе Створальники картины вышли целиком сконцентровать сюжет на подвигу советских солдат Без оттягивания на другарадные линии Гэта саправдное кино про саправдных героев своей родимы Вероника Вараширина, Максим Савин, Михаил Рабко, Утеля, Радио, Компания, Гомель У Гомеля завершена реконструкция интернациональной улицы Оценить изменения автомобилисты и пешеходы смогут уже завтра Работы протягивались а некальки месяцев Тяпер рух по одной из самых загруженных улиц областного центра Павинен стать больше комфортным Уся дорога от проспекта Ленина до Кузнешного путепровода будет шестиполосной Убраны один светлофор на скрыжевании с улицей Моисеенко Изменения закоронули и припыночные пункты На интернациональной объеднали припынки громадского транспорта В улицах Гагарина и завод вымиральных приборов Посадка и высадка пассажиров ожидаются на новом припыночном пункте Яке организованы колесе родной школы номер 19 Тут будет размешанный и подземный пешеходный переход Подземный переход сегодня у нас достраивается Который сегодня однозначно, скажем так, обеспечит большую безопасность пешеходу При пересечении довольно интенсивной улицы интернациональной Примерно такой же типовой переход, как на Барикино Он долго себя не заставит ждать К нам приходят последние материалы, гранит на днях И мы завершаем его тоже вслед Старшиня областного объединения профсоюзов Леонид Барабанов Сегодня провел прием ветеранов профсоюзного руху Удельниками со встречи стали около 20 человек Працовный период большинства из них Супал с непростыми гисторичными падеями Такими, как, например, Чарнобыльская катастрофа Многие мают высокие узнагороды Ордены Ленина и ордены Пашаны Не глядяши на взрослые, они и зараз проявляют Живую цикавость до громадского жития региона Гости наведали музеи в областном доме профсоюзов А досягнение сучасности оценили на прикладе Одиной Украины школы Олимпийского резерву По бильярдным спорте Эя развитию надается великая увага У Доме профсоюзов обсталевали Две новые бильярдные залы Тут бесплатно займаются дети Дякуючи финансовой потребности областного обедания профсоюзов Яны смогли стать удельниками с поборнствов Зяких вернулися чемпионами Европы и Свету Финалом встречи стало посаджение На яким присутные смогли обменяться думками И выказать свои пропановы Мы ведь, понимаете, зачастую забываем А потом пытаемся искать какие-то формы работы с людьми Может быть, будут интересные замечания, предложения Потому что это люди такие неравнодушные И они, ну, как бы употребить Они любят предлагать и где-то даже критиковать И это, в общем, вызывает уважение Мясово улады допомогуть громадянам Знайсти отказы на хвалюющее питание 26-го листопада протягнуть работу промые телефонные линии У субботу же хары регионы смогут звернуться до керунника справ Аблваканкама Алены Уладимировны Кличковской Звонки прымаются по номеру телефона у Гомеля 75-12-37 С 9-й годин ранецы и до 12-ти У гэта шас на пытание гомельчан Откажен наместник старшини Гарваканкама Сергей Евгенович Андреев Нумер телефона 75-63-33 Сьогоднего вечера у студии телерадокампании Гомеля Распашнется финал интеллектуального марафона Эруды-пятерка сярод школьников До гэтага этапу дошли самые кемлевые и вытруменные команды У финале сострянутся в ушне середняя школа номер 19 И сборная областного палаца творчества детей и молодых Ульня будет мощной и захопляльной Глядите суперфинал викторыны для школьников На телеканале Беларусь-3 сегодня у 19.00 И об спорте Гомельчанки вернулись с медалями Шемпионату Европы по боксе, який проходил в Болгарии У категоры до 57 кг бронзовую медаль завоевала Юлия Панасовиш Сярод спортсменов вагой до 81 кг На третью приступку пьедестала гонору поднялась Виктория Кебикова Девчаты выкодали норматив майстра спорта международного класса И вошли в историю белорусского женочного бокса Ранее на офицейных международных стартах Представницы нашей краины николи не становились призерами Обе две спортсменки тренируются под керовнистом Игора Фигуренки Надо сказать огромное слово благодарности За проявленную волю, характер, мужество, желание победить И это первая медаль для нашей страны в женском боксе Женский бокс сейчас культивируется в Олимпийской семье с 2012 года То есть с Олимпиады в Лондоне Гэта и так сама инша новина вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті По адресі www.tvrgomil.by На этом выпуск завершенный, у студии працював Евген Пабалавец Усяго доброго и до встречи в эфире МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин